Здравствуйте! Сегодня у нас уникальная встреча, можно так сказать. Данная встреча является продолжением той темы, которую мы начали освещать в прошлый раз. Мы затронули тему терм, всех заинтересовала эта тема, и по сути сегодня мы хотим глубоко погрузиться в эту тему. Меня зовут Андрей Шувалов, я представляю компанию Commonwealth Partnership, являюсь старшим директором компании в отделе торговой недвижимости. Сегодня к нам присоединился Юрий Бычков, основатель концептов «Городские термы», почетный строитель России. И для того, чтобы наша дискуссия была максимально плотной, Юрий, как от первого лица, расскажет про термы, как никто другой, поскольку Юрий и создает эти термы, и управляет, и знает самые те тонкости, которые мы не знаем. Поэтому прежде всего хочется, наверное, запустить сейчас ролик касательно, что же такое термы, и после этого мы перейдем уже к более детальному обсуждению. Масштабно сделано, очень круто. Эмоции непередаваемые. Оазис посреди города. Ну, вы понимаете, просто с вами душой, вдохновленные. То, что сделали мы, это городской курорт внутри обычного города. Было желание, было понимание, как это делать, был опыт, как это делать. Вот эта синергия, вот это меня и вдохновило на это дело. Понимали, что если в Германии более 500 терм, только крупных, то понятно, что это точно будет масштабироваться. И у нас даже был выбор там, где строить первые термы. И я сказал, что давайте будем строить в отписке, потому что обычный город, маленький, с невысокой зарплатой, чтобы показать, что термы могут работать везде. Максимальный проект, который мы делали, это 28 тысяч квадратных метров. Мы за это время создали, придумали, изобрели более 200 видов разных бани-саун в контексте вот этой концепции. Бизнес получится тогда, когда тот, кто инвестирует, понимает, что все должно работать по единым стандартам. И тогда в этом случае получается и быстро, и качественно, и надолго, и бизнес работает без тучка и без задорика. Юрий, спасибо большое за вот этот удивительный, замечательный ролик. Поэтому сейчас хочется у вас спросить, вот скажите, пожалуйста, что такое термы? Чем они отличаются от спа, от аквапарков и вообще, как их различать? Ну, смотрите, если глобально, то термы – это то, что впервично появилось. То есть спа, бани, сауны и все остальное – это как бы производные термы. То есть, как вот появился рынок, да, как в стародавние времена, так же в свое время появились термы. Первые термы появились в Греции. Ну, то есть вот эта там гребня Греция, Рим, вот вся вот эта вот там средиземноморская братья, да, там и культура, и, естественно, там архитектура и все остальное. Вот это люди, которые в том числе придумали термы, и задача терм была ежедневное посещение, даже было время посещения терм, полчетвертого, когда все там собирались, после того, ну, там, и шли, проводили время каждый день фактически, да. То есть и были термы для богатых людей, для патрициев и для племеев. Вот, причем там в городах строили там сенаторы, которые хотели там стать, ну, там, депутатами, да, сенаторами, там, кандидаты, депутаты, кандидаты, сенаторы, они строили для народа термы в основном бесплатные, или там какие-то копейки туда люди ходили, ну, обычные люди. Вот, и основа терм – это доступность, это максимальная чистота посещения, то есть, ну, не так гордо, при этом, чтобы внутри было максимальное большое количество всевозможных объектов, связанных именно с оздоровлением, со здоровьем, с расслаблением, то есть это бассейны, это всевозможные банные там темы, это какие-то оздоровительные процедуры, еда, естественно, должна была быть, массаж и все остальное. Вот, поэтому вот это вот главная основа, которая, ну, в том числе появилась и в России, скажем, вот 9 лет назад у нас первые профессиональные термы появились, вот именно такие доступные, потому что они были и раньше, но они были, скажем так, при аквапарках, это термы более дорогие и такие, ну, как бы немножко неправильные, вот, а вот такой продукт доступный массовый, именно рассчитанный на частые посещения, вот он пришел в Россию, сейчас начинает активно захватывать рынок. Юрий, скажите вот прям про первые термы, как они получились, как это все вообще, ну, как это строилось, как вы пришли к этой идее, и как вы выбирали место, как вы подбирали материалы, как вы подбирали проектировщиков, вот этот весь процесс про свои первые термы вы можете рассказать более подробно? Ведь ничего же не было, вот откуда вы все это черпали, как вы к этому пришли? Смотрите, я любитель бани, как бы с детства, да, и любитель терм, ну, как, как бы начал там ездить за границу, там, кататься на сноуборде, естественно, это Австрия, там, Германия, Швейцария, и я всегда старался там поселиться там, где есть какие-то термальные комплексы, либо при отелях, либо там рядом какие-то, то есть, ну, естественно, их посещать, да. Идея такая была давно, но я был там профессиональный строитель, у меня была большая компания, 800 человек, и мы строили там, ну, по нескольким регионам, в том числе в Татарстане. И вот первая терма не профессиональная, а как бы, ну, так вот, как идея возникла, это появился в 2002 году, ну, практически 22 года назад, это город Альметьевск, нефтяная столица Татарии, там такой Ямашнефть НГДО, и руководитель Виктор Васильевич Смыков говорит, вот надо построить ФОК, вот, при 10-й школе. Вот, я ему говорю, ну, ФОК, ладно, ФОК, потом говорю, а давай сделаем, то есть мы тогда разработали концепцию, мы сейчас это называем детскими термами, то есть это детский большой бассейн, там, значит, горочки такие, там несколько саунд, джакузи для взрослых, вот такая тема, без улицы еще, и был еще фитнес большой, ну, то есть вот, то есть это вот первые такие термы, но они были непрофессиональными, потому что мы выступали вроде подрядчика, ну, то, что мы придумали, построили, сдали, им очень понравилось, они до сих пор существуют и, как бы, ну, пользуются большим спросом, но вот, как бы, это было еще так, ну, скажем, то есть желания реализованные, но без экономических каких-то вот таких вот последствий, без управления, без такой четкой финансовой модели. Юрий, а вот вопрос, ну, просто слушателям, без улицы, это имеется в виду без открытых бассейнов, правильно понимаю? Ну, да, если говорить, там, глобально, термы делятся на две части, закрытая часть и открытая, ну, то есть, вот, если сравнивать, например, с немецкими термами, у них больше термы про здоровье, про оздоровление, про ослабление у нас, особенность в России, сразу же мы эту фишку, как бы, уловили, это еще и курортность, ну, то есть, люди воспринимают это как, ну, то есть, как мы, если мы с вами говорим про уличные бассейны, которые работают круглый год, ну, там, допустим, зима на улице минус 20, там снег идет, вот, а на улице можно плавать, там, 36-38 градусов, и люди это воспринимают как настоящий курорт, причем, ну, круглогодичный, без каких-то там проблем, в любой момент можно перейти. И вот это вот, ну, то есть, и мы делим, да, мы говорим, что часть должна быть закрытой, идеальные термы, и часть должна быть открытой, то есть, это бассейны, это сауны, это бани на улице, там могут быть рестораны, там могут быть какие-то отдельные зоны, там, для детей, для взрослых еще, там, ну, естественно, летом лежаки, ну, то есть, такая вот достаточно развитая инфраструктура, то, что мы с вами наблюдаем, например, на побережье, ну, например, каких-нибудь там Идалии, там, Франции, там, Германии и так далее, ну, Турции. И получается, вот, первые термы, там, там были бани, вот, какие самые первые вы бани там построили, или, вот, если я не ошибаюсь, какая-то? Мы привезли, ну, как есть традиционно всем известные бани, это русская парная, а финская, я привез из Германии гималайскую соляную, прям, ну, фактически я скопировал, да, вот, хамам, ну, финская, единственное, у них, там, у немцев, например, там, температура 60, 90, 110, вот, ну, кто как нравится, ну, инфракрасная еще иногда бывает, вот, основа, скажем, вот, как бы, база, да, но мы сразу, когда проектировали, вот уже, там, ну, водкинские термы, которые мы проектировали, сами построили и сами начали управлять, как уже бизнес-модель, причем с высокой доходностью, да, то есть мы ее сразу простраивали таким образом, вот, там у нас уже было 12 бани. А первые было сколько, получается, 6, да, получается? Посмотрите, базовая, базовая тема, которая вообще, ну, как бы, существует, это, вот, еще раз говорю, финские, русская парная, хамам, финская, инфракрасная, и соляная, и гималайская соляная, да, ну, еще вот, там, такой душ впечатлений был, я превратил его в комнату впечатлений, ну, то есть, что такое душ, туда, заходит один, человек, и впечатляется. Зачем? Один надо сделать, чтобы было побольше вот этих, ну, побольше площадь, тогда туда может зайти, ну, там, 10 человек. Ну, то есть бизнес немножко по-другому работает. А кто вам, вот, помогал? Вот какая была команда, когда вы создавали первые свои термы, вторые? Как вы формировали эту команду? Из кого? Какие профессионалы вас окружали с тем, чтобы создать, ну, вот этот продукт? Как вы видите, ну, мои компании, вот, в том году исполнилось, в сентябре того года исполнилось 31 год. То есть, со мной, ну, фактически, все время находятся профессионалы, часть из них работает, там, более 25 лет, ну, вместе мы работаем, да, то есть мы, там, сдали, там, сотни объектов. Вот, это первая вот эта вот эта команда, плюс, ну, естественно, всегда бывает молодежь, да, которая, там, как бы, с какими-то определенными этими. Ну, я, как бы, тот человек, который, ну, как бы, встал тоже в основу, это Виктор Хельфер, это немец, это архитектор, который живет в Германии, который проектирует и термы в Германии, в том числе, и в Австрии. Вот, он изначально начал делать концепции и сейчас продолжает делать концепции, ну, на большинстве наших проектов. А как вы с ними познакомились? Вы знаете, у меня была мечта, то есть у меня, как бы, была крупная проектная, как бы, строительная компания, и было проектное, как бы, ну, подразделение, да, там, дизайнеры были, но у меня всегда была мечта, как бы, привлечь либо немецкого, либо итальянского архитектора. Я даже, там, в Италии встречался с проектировщиками в Германии, и вот познакомился с ним, меня, там, друзья познакомили, но он мне сказал сразу, он говорит, я с русскими не работаю, потому что его, как бы, ну, грубо говоря, киллый в Москве, там, он как-то проектировал большой какой-то район, да, вот, и не заплатили, ну, его команде. Ну, поскольку вот так же были, как бы, опять же, ну, как бы, наш познакомили друзья, получилось так, что, ну, говорит, там, ладно, я, там, какой-то небольшой объект дай, ну, сделайте, ну, перечислил ему, там, беги вперед, вот, и все, и мы начали работать, причем, ну, как бы, вот, знаете, как, вот, настолько, вот, как бы, приятно работать с человеком, на самом деле профессионалом, то есть ему не надо многое объяснять, вот, прям, отправляешь ему участок, говоришь, что, например, вот надо построить такой дом, или, там, или магазин, или, там, да, и он, прям, вот, идеально встраивал объект, прям, вот, в инфраструктуру, там, с учетом, там, солнца, и так далее. И когда, так получилось, что мы, я как раз был в Германии, отдыхал в город Батемс, а он жил там недалеко, и мы с ним были в термах, в Батемсовских термах, вот, ну, и я ему говорю, у меня вот знакомая есть, у меня продает здание небольшое, да, можно ли там разместить термы? Он мне говорит, ну, вышли планировку, я ему высылаю планировку, он буквально за два дня рисует мне концепцию, я на нее смотрю и понимаю, что это будет супер, да, во-первых, работает, это, во-вторых, ну, это будет бизнес, и все. Это вот, наверное, был момент, такой, как бы, когда произошел щелчок, что, ну, надо завязывать со стройкой гардинально и переходить в другой бизнес. Да, ну, давайте тогда сейчас посмотрим вашу презентацию, потому что там очень много интересных проектов, которые и были уже реализованы, или без реализации, поэтому, Юрий, вам, наверное, тогда дальше слово. расскажите, пожалуйста, про ваши подходы, чем вы планируете удивить, там, рынок российский, там, ближайшие, там, 4-5 лет, ну, и вообще самые такие основные тенденции. Ну, вот профессионально мы начали этим заниматься, получается, то есть, нашей команде, которая занимается термами, управляющей компанией термом, 10 лет исполнилось, 30 декабря, вот. данные, вот это фото, это термовидное, здесь мы умудрились встроить термы в многоуровную парковку, причем, ну, часть, там, высота 2,7 метра, ну, то есть, я, честно говоря, сам не верил, что получится, но оно получилось. То есть, если там кто-то хочет, как бы, проверить, ну, милости просим, да, это работает. добраться, особенно для москвичей. То есть, смотрите, в чем идея, чтобы понимали все, как бы, ну, а почему этот бизнес работает сейчас, почему он растет, и почему он будет расти, почему он, ну, как бы, ну, как вот биткоин, да, в свое время там, а кто бы порекомендовал купить биткоин, там, за 1 доллар, хотя бы за 100. Вот я рекомендую присмотреться. Смотрите, мы с вами находимся в обществе потребления, вот, и человек фактически выстроен таким образом, что он живет дома, потом передвигается, там, какой-то завод, офис, для того, чтобы заработать денег и произвести какие-то товары. Потом он передвигается в торговый центр, в какой-то коммерческую недвижимость, для того, чтобы что-то купить, уехать домой. Потратить. Потратить, то есть, и вот так проходит вся жизнь, к сожалению. При этом человек понимает, что он, может быть, не совсем так живет, но настолько все заточено, то есть, это и маркетинг, какие-то уже традиции, привычки, так наши родители жили, вот, так нас учат жить с экранов телевизора, с интернета. Поэтому мы так живем. Вот. Но уже многие задумываются, правильно ли мы живем, и самым ли ценным является, ну, вот это вот. И поэтому, ну, как бы, я вот, если вот бывает, там, общаюсь, выступаю, спрашиваю, как бы, аудиторию, а как вы считаете, что является самым ценным в вашей жизни? Ну, женщины, говорят, там, дети, например, кто-то, говорит, родители, кто-то, там, не знаю, работа. Самым ценным является, вот, тут вот такое, как бы, счастье, качество людей. Да, смотрите, значит, вот если вот по горизонтали, то это время жизни, ну, то есть, сколько человек живет, там, один день он живет, десять лет он живет, либо сто лет живет, ну, важно же, наверное, да? Вот, и прежде всего, это ваша жизнь у каждого. И второй, как бы, показатель, который по вертикали, это качество жизни. Ну, то есть, качество это здоровье, естественно, это счастье, в каком мы состоянии находимся, ну, и эффективность, то есть, ну, грубо говоря, если взять там нас, мужчин, то мы хотим, наверное, кого-то когда-то где-то побеждать, где-то зарабатывать, тех же больше денег, в чем-то выделяется, и так далее. Так вот, то общество, которое там нарисовано, в предыдущем слайде, это то, что не заштриховано. То есть, грубо говоря, в среднем в России человек живет до 69 лет, и качество у него жизни, ну, грубо говоря, ну, как-то вот по-разному как бы двигается. И вот... Ломаный такой идет, Ну, да. При этом, надо понимать, что вот вся инфраструктура, торговые центры, институты, школы, детские сады, они построены вот под эту вот не заштрихованную часть. Теперь, а может человек жить дольше, если будет заниматься своим здоровьем, своей жизнью, ну, и целенаправленно тратить, ну, свою энергию не для зарабатывания денег, вот, а, ну, для того, чтобы быть здоровее и жить дольше. Наверное, может. А может он жить счастливее, да? Ну, правильно жену выбирать, там, правильные отношения какие-то, изучать больше, ну, отношения, ну, йогой занимать, еще чем-то. Ну, конечно же, может. В связи с этим, вот, то, что заштриховано, это как раз инфраструктура для управления временем. и для продления этого времени, и для улучшения качества. Так вот, термы, это один из объектов инфраструктуры, которая и продляет жизнь, и повышает его качество, при этом, естественно, тот, кто занимается этим бизнесом, он, ну, зарабатывает хорошие деньги, потому что люди приходят и покупают время и эмоции. То есть, расходная часть, в нашем случае, это коммуналка, это зарплата, налоги небольшие, а доходная часть, это то, что человек заплатил, находясь в этой инфраструктуре. Да, и вот сейчас у нас Роман вот задает такой вопрос, вот, человек приходит с семьей, вероятнее всего, в термо и отдыхает там. Соответственно, это поход в баню, покушать надо, еще что-то. Какой средний чек на семью из четырех человек, которые мы сейчас видим на экране? Сколько это, это дорогое удовольствие, или как это все это проходит? Мы считаем на одного человека, мы не считаем на семью, потому что у нас по-разному бывает. бывает, что человек вечером пришел, мужчина попарился, он на час, на полтора и все. В выходные он может прийти с семьей, например, либо жена, например, с дочкой может прийти, скажем так, ну, как бы, другой день, поэтому мы считаем средний чек на человека. Это изначально мы выходили на 300 рублей, 280, 290, 320 был такой средний чек. Это час или это средний чек? Это средний чек посещения. То есть, час у нас был изначально 100 рублей, в будни и 200 выходных. Кто-то мог прийти там много часов, кто-то, ну, опять же, на час или два. Поэтому средний чек был 300 рублей, сейчас, в каких-то там, ну, таких недорогих регионах это где-то 600 рублей, вот, допустим, в Нижнекамске уже по 1000, в Самаре тоже 1000, ну, то есть, средний чек быстро и сильно растет, именно, ну, там, как-то, благодаря последним событиям, всевозможным. И вот на какой сегмент рассчитаны термы? То есть, это получается и для среднего класса, средний плюс, средний минус? Когда человек развивается, практически непонятно, кто он. Какой класс? Ну, можно там по плавкам попробовать декадаться, но там достаточно сложно. Поэтому, получается так, что фактически в наш термах ходят все слонители. То есть, на стоянке может стоять там какой-нибудь Мазерати и, если сказать, убитая копейка. А вот, поэтому, то есть, как бы, идея в том, что, я уже там начал говорить, что в нашей стране это не просто термы, термы и курорт. Поэтому, человек не улетает в Дубай, да, не тратит на это время, на перелет и так далее, он в любой момент может прийти, там, на какое-то определенное время, один, либо с семьей, либо там, с друзьями, да, и посетить термы, желательно, чтобы они находились, там, скажем так, либо рядом с домом, либо в полчаса езды и так далее. То есть, получается, то, что эти термы люди могут посещать не раз там в полгода, как аквапарки, а они рассчитаны на каждонедельное посещение? Средняя частота посещения в аквапарк три раз в три года. Раз в три года даже. Да, и целевая аудитория аквапарка это семьи с маленькими детьми. То есть, это узкая целевая аудитория и очень редкая посещение. Но маркетологи скажут, что это, блин, ну такая вот, как бы не очень хорошая тема. То есть, за свою жизнь человек посещает аквапарк всего несколько раз. Вот. А вот термы, это такая модель, которую ты можешь посещать каждый день. И она не будет тебе надоедать, она не будет тебе мешать, она будет продлять тебе жизнь. Потому что, если ты будешь часто посещать термы, ты просто будешь на несколько лет дольше жить. Раз. естественно, качество твоей жизни будет улучшаться. Потому что, ты получил стрессы, ты где-то там замерз, еще что-то, у тебя там поясницу перехватило, а ты прогрелся, полежал на теплом камне, попарился, посмотрел на красивую девушку, и все. И позабыл про все, что существует, и как огурчик готов там на новое свершение. Ну, а вот с точки зрения, ну, воды тоже хочется сказать, да, там вот курорты у нас ассоциируются там с соленой водой. Есть ли в термах вот что-то связанное с какими-то соляными там ваннами, или с соленой водой, или там еще с какими-то природными источниками? Вот, это не только же бани просто. Есть еще какие-то специализированные у вас бассейны, получается? Да. Если мы говорим про бассейны, то это открытое-закрытое, причем часть из этих бассейнов может быть минеральной водой, это могут быть вода из подземных источников, вот, это может быть, вот мы разработали несколько продуктов, несколько видов бань, мы разработали, мы разработали несколько видов бассейнов, например, продукт называется «Мертвое море». Это маленький бассейн при высокой концентрации соли. То есть 200 грамм на литр соли. Ну, то есть в «Мертвом море» в Израиле 350. Но там невозможно лежать слишком высокая плотность. Ну, и если в глаз попадет, то можно без глаза остаться. Серьезно? Да. А 200 – это супер. То есть ты не тонешь, и концентрация соли очень полезна для организма. Ты получаешь максимальный эффект, например. То есть вот чтобы вы понимали, основой является главного количества всех бассейнов – это обычная вода. Водопроводная, которую мы с помощью естественной фильтрации хлора, ультрафиолета и так далее доводим до высокого состояния качества воды и подогреваем еще. Детский бассейн должен быть теплый, взрослый тоже. И люди там спокойно дыхают, плавают, не торопясь, то есть не достигая каких-то соревнований, не соревнуюсь, не достигая каких-то спортивных достижений. Но при этом в термах может быть 8, 9, 10 видов бассейнов. Да. Ну и вот у нас курорт ассоциируется с теплым климатом. Вот вопрос от Игоря. Юрий Федорович, возможно, мой вопрос предвосхищает ваш рассказ. На ваш взгляд, каковы коммерческие перспективы подобных проектов в областном, там, сибирском городке с населением около 530 тысяч человек при отсутствии условий конкуренции. Сколько это может быть стоить вообще? Как это? Ну, может быть, это чуть позже, наверное, более детально. Но вообще, вот в Сибири, в холодном климате, вот термальные комплексы, они могут работать? И вообще, как, если там с открытой частью? Может ли открытая часть, там, при глубокой минусовой температуре, там, при минус 30, минус 20, там, минус 40, там, допустим? Ну, у нас уже, вот в наших термах в Удумурте и Нижнекамске было минус 41 в этом году. Минус 41? Да, и народ плавал на улице, да. Потому что бассейны теплые. Ну, конечно, может. Ну, объем рынка, скажем так, если мы говорим про сибирский город, ну, 4-5 терм. Даже 4-5 терм на этот город. И они спокойно могут друг друга дополнять, потому что, ну, я, то, что я вижу иногда в термах такие очереди большие, то есть, получается, спрос большой, а емкость рынка, она там... Она еще ни в коем мере не охвачена. Ну, то есть, знаете, как в Москве когда появился первый Макдональдс, например, такая же тема. Такая же тема, да. Да, то есть, потом появился второй, десятый, двадцатый, там, не знаю, сколько в Москве сейчас Макдональдс. Вот такая же тема лежит, как бы, там, ну, развитие терм. Угу. Вот, то есть, ну, и окупаемость такого проекта в Сибирском городе, ну, два года. А есть ли такие термы, вот, которые делают, и они не получаются? Или сейчас вот любые термальные комплексы, они всегда будут успешны? Слушайте, ну, я за других сказать не могу. То, что это классный бизнес, не вопрос, но, опять же, все же зависит от того, кто это будет делать, как это будет делать. То есть, ну, как его построят, во-первых, во-вторых, как они будут еще эксплуатировать это дело. То есть, испортить, ну, знаете, как, дурка посадил, Мерседес разобьет, там, за, там, 15 минут. Вот. Ну, поэтому здесь так, так, ну, как бы, все зависит от того, кто это будет делать. Хорошо. Вот, например, Нижнекамск, вот в этом году было 37 минус, да, вот, как бы, показатели доходности, забот. То есть, мы сюда инвестировали 690 миллионов, и вот, ну, грубо говоря, за год заработали 349 миллионов. Чисто, чисто, что инвесторы положили себя в карман. Это комплекс без подвала 15 тысяч квадратов, с подвалом получается 18, ну, грубо говоря, 7 с половиной, а закрытая часть, 7 с половиной, открытая, город Нижнекамск, 200 там, с небольшим, тысяч населения, комплекс находится, ну, в достаточно хорошем месте, администрация выделила землю и, как бы, ну, помогла реализовать этот проект. Ну, это вот как бывает, условно говоря, у нас летом. А что значит без терм? Это фотографии до того момента, как были построены термом? Правильно, это знаете что, это два разных объекта, то есть, слева это большой торговый центр. То есть, мы в свое время делись с ними переговоры о том, что мы туда встанем. Мы и договорились. Как, по сути, как якорный арендатор, который создает поток. Да, да, да. И получилось так, что я как-то что-то поехал, мне надо было жду для телефона купить. Летом как раз. Приезжаю, там пусто. Приезжаю, там, ну, пять минут я доезжаю до терм, там яблоко негде упасть и такая стоит, очередь, ну, на три часа. И народ такой вот ждет, когда же им дадут возможность бедным зайти. Ну, и там внутри, естественно, битком. И получается, а можно вернуть назад? Вот Юлия спрашивает, получается, что вопрос такой, можно строить терм отдельно от торгового центра как самостоятельный объект и он будет хорошо работать или не обязательно вот там как-то как интеграции? Смотрите, к чему, мы начали в том числе с интеграции с торгового центра, потому что это позволило нам быстрее открыть торговый центр. Ты заходишь в проект, в торговый центр, там, в логофункциональный центр, там, надо получать разрешение, грубо говоря, делаешь переустройство, как, ну, какой-то ресторан, например, не нужно разрешение, не нужно проходить экспертизу, не нужно делать там весь проект, вот, то есть ты как будто экономишь, как правило, в торговом центре есть мощности, да, вот, и ты в этом случае быстрее открываешься, но разницы для термо вообще нет, а это абсолютно одинаково, либо это, ну, то есть есть торговый центр, нет торгового центра, им абсолютно без разницы, они получают то количество людей, ну, там, сколько, сколько квадратов, грубо говоря, ты построишь, на данном этапе, потому что люди едут за 300 километров вот сюда, на данном этапе. Вот в этот проект. Да, в этот проект. Нижнекамские термо. Да, это Казань, Казань, это Уфа, даже с Казанбурга там ездят автобусы, я говорю, ребят, так у вас там Баден-Баден есть. Да, в Екатеринбурге, конечно. они говорят, ну, это все равно не то, потому что, если, и когда люди начинают, вот, ну, путать, говорят, ну, бани же есть, я говорю, конечно, есть. Потому что, вот, Роман тоже спрашивает, чем термо переманит к себе людей, пользующихся банями, спа и бассейнами в других местах. Потому что в банях фактически одна, две парилки. Вот, и все. А в термах 20 бань. Причем, ну, париться с вениками можно там в 6-8 штуках. Они разные температуры, и они по уровню сделаны лучше, чем в бане. И вот, например, если вот это вот женский термо в торговом центре Толмаз, когда мы здесь открылись, мы убили, ну, физически убили, две хорошие городские бани. Одна была баня, там, молодость называлась, городская, самая лучшая, самая новая была баня, куда ходили люди, ну, там, как бы традиционно, она была, ну, буквально, там, может, километр от этого локации. И произошел момент, там, на втором метре месяце, когда люди просто туда перестали ходить. Потому что здесь получалось дешевле, выбор больше, то есть, либо у тебя одна парилка, один какой-то небольшой бассейн, да, вот, и все. Либо у тебя 20 баней. И получается, семья, если вот она выбирает, куда идти, то лучше идти, конечно, вот в термальный комплекс, нежели чем в бане, получается, так? Семья в баню вообще не пойдет. Не пойдет. Туда, это узкие сегменты, вот отдельно, там, если женский разряд, туда отдельно женщины ходят, отдельно мужчины ходят, но что там в этом бане есть, ничего нет. Вот. То есть, семья сто процентов пойдет сюда. Мужики пойдут сюда, потому что у нас лучшая баня. То есть, для парения. Я вот сам банщик, и я, например, водкинский, и вежевский, я с удовольствием, ну, как бы, брал веник и шел париться. Сам. Я, в том числе, проектировал термы для себя, как для банщика. И, ну, как бы, я все время хожу в свои термы. Это, получается, ижевские термы. Этот проект, у вас, получается, площадь 8800. Это второй, вот, по вашей концепции, или какой это по счету? Вот, ижевские термы вы сделали. Ну, да, это, если говорить, что профессионально, это второй, да. Этот проект, мы зашли в торговый центр, он, торговый центр вообще был пустой, они открылись в 2014 году, и у них были там проблемы, ну, то есть, заполняемости, они открыли, когда они открылись, у них было 30% заполняемости торговика. И мы туда встали, и они, вот, стали вторыми. Это видно. Это, это спорта, как раз, вот, да, та концепция. Да, это спорта, парковка, там, часть подвала, ну, такая вот. Это большой проект. На сегодняшний день сам... Он уже реализован, да, он уже работает, самарские термы. Да, просто в конце будет ролик, я вот, наверное, попрошу Юрия более подробно рассказать про этот проект, потому что, я так понимаю, в субботу будет очень большой, больше, большое мероприятие, там, всероссийское, может так, или там, международное, куда приезжают, там, 30 банщиков, поправьте меня. Да, ну, третий год при термах, то есть термы, как бы, появившие, стали создавать свои традиции, свои, как бы, ну, правила, свои соревнования. И вот, одни из соревнований, это коллективное парение, когда банщик парит, ну, человек 30-40-50, вот, и это проходит, такие соревнования. То есть, это придумали немцы, называется Аргус, вот, а мы, вот, третий год это все делаем, и получается очень красиво, то есть, получается такой мини-театр. То есть, банщик приходит, начинает работать с аудиторией, его задача, чтобы вот эта вот аудитория, ну, обычные люди, да, судьи, тире-судьи, чтобы они за него проголосовали, голосуют они водой, вот, то есть, они выходят, им дают пустой стаканчик пластиковый, вот, и они наливают из тазика столько воды, сколько им нравится, и выливают другой тазик. Ага. Потом это взвешивается, и получается такое, ну, голосование, делится на количество судей, и получается, сколько грамм, условно говоря, там, среднее, среднее количество грамм, заводанное за вот это выступление. И победитель, тот, кто собирает максимальное количество бани, А вы, получается, как раз и являетесь и организатором этих мероприятий. Да. Мы начали это все с президента Баннова Баратом Хаировым, вот, три года назад первое, первенство России мы провели в Термахвине, вот, а сейчас, вот, в этом году мы уже провели первенство Умурки, первенство Татарстана, и вот сейчас будет открытое первенство по Лолжне, на которое, да, собирается, фактически, весь Бомонд, самые крутые банищики в Соси, то есть, это Москва, Питер, Челябинск, Красная Поляна, и даже два иностранца, затесались, турки, парень со Шри-Ланки, и посмотрим, что из себя будет это представлять, ну, будет очень интересно. Можно как-то посмотреть эту трансляцию или что-то, вот, какой-то доступ получить к этому мероприятию? мы предоставим, наверное. И, может быть, кто-то еще может еще успеть приехать в Самару, или уже все, там уже, наверное, Нет, нет, смотрите, без проблем, это будет в субботу, с 10 до 10, то есть, можно там прилететь, но позже, то есть, весь день это будет. Это послезавтра, получается? Да, 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 поэтому, если что, может, там, ну, как-то у меня выйти, и мы там встретим, там, а билетим, поэтому шапочку дадим, правила почитаем, можно в качестве судьи, ну, там целая программа, там, вот, вот, участник, он не только выступает, вот, он еще и будет мастер-классы давать, там, для, то есть, ну, обычно в термах, там, в Самаре, две с половиной, три тысячи человек в день проходит, и вот этих профессионалов увидят, ну, не только судьи, которых будет человек 200, а еще и вот эта вся основная масса. А сколько ожидается людей, вот, вообще, две с половиной тысячи человек будет, я думаю, да, ну, такое вот среднее посещение на данный момент. Это еще один продукт, это вот как раз отдельная стоящая тема, это вот то, что вот полукругом, это была компания Dogma Краснодар, они хотели запроектировать торговый центр, но про нас узнали, и предложили нам разработать здесь концепцию термального комплекса, вот, вот он такой получился, значит, среднее количество посещений в день 9 тысяч. А как, сколько этажей это здание получается? Тут, ну, два больших этажа, но там еще есть такой антресольный этаж, внутренний, ну, и эксплуатировал макроуля, вот смотрите, да, то есть это и бассейн инфинити, и горки, и пляжи, здесь будут три пляжа, с желтым песком, с черным песком, с белым песком, вот, здесь, видите, сделаны такие, как два крыла, вот так, с длинутых, это именно немец придумал, и он говорит, что этот проект будет, войдет в пятерку лучших проектов мира. Даже так? Да. Ну, я просто смотрю на площадь, 34 тысячи квадратных метров, и количество саун парных хаммов 52 штуки, я вот, мы пять с вами перечислили, но где еще получается 48? Мы разработали порядка 220 видов хаммов и бань, но мы не открываем, как бы, мы их выводим на рынок по этапу, то есть, ну, появляются термы, мы в каждые новые термы добавляем что-то так нового, как айфон немножко. да, да, и здесь такая же тема, то есть, здесь есть ряд решений, которых нету нигде, ну, например, вот здесь лестничная клетка, вот там вот, стеклянная, она будет стеклянная, да, и люди будут подниматься, а рядом будут плавать, ну, там, другие люди, то есть, такая, например, здесь фишка. Здесь будет два мощнейших водопада, вот один водопад вот с самого торца, то есть, это будет такая, ну, с 9 метров он будет падать, на скалу с подсветкой, тоже очень красиво, ну, и так далее. Ну, посещаемость 9 тысяч человек в день, это получается, но она сопоставима с хорошим таким районным торговым центром, по сути, если площадь, там, 34 тысячи. Ну, имейте в виду, что в торговый центр люди могут прийти, едет, не заплатить, просто погулять, а здесь-то они оставят денег. У вас практически все те люди, которые приходят, они, получается, готовы, они платят. Они платят, они платят, как минимум за время, то есть, за час, там, за два, за три, ну, сколько времени находится, плюс количество арендаторов, вот здесь вот, 23 аренды, 7200 квадратных метров, это, как бы, первый пул арендаторов, потом количество арендаторов будет увеличиваться, то есть, это достаточно высокая арендная ставка для этих арендов, то это, ну, бары, рестораны, кафе, ну, то есть, еда всевозможная, там, детская еда, там, да, массажи всевозможные, то есть, здесь может быть, там, порядка 50-100 массажистов разных, ну, то есть, что там попадает, это будет самый, 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 большой массажный салон в Краснодаре. А вот такой у меня вопрос, это Краснодар вы сказали, да, значит, рядом Черное море, да, а вот, вы что будете смотреть? с морем конкурировать? Как это все вот? Мы не будем с ним конкурировать. То есть, мы его победим сразу, то есть, ну, люди поедут сначала сюда, приедут, посмотрят, очередь стоит, ну, там, часа на три, на четыре, скажут, ну, ладно, что с ним поедем на Черное море? Вот. Ну, там тоже очередь, на самом деле, если, то есть, нужно выбирать, то есть, вы, по сути, делаете этот курорт в городе, то есть, вы море, на самом деле, весь сервис моря привлекаете к городу. мы в обычный город, в Сибирске, в Северный, в Южный, в море притаскиваем внутрь города. Ну, понимаете, само по себе море, оно интересно, только, когда на улице солнце, там, плюс 30, и тогда, ну, куда все стремятся. А мы делаем такую инфраструктуру, чтобы она работала в любую погоду. То есть, человеку нужно тепло, нужно вода, в том числе, теплая и морская, нужно солнце, и нужна инфраструктура. Ну, как, понимаете, особенно современному человеку. Так вот, эта инфраструктура именно представлена в термах. И нам эту инфраструктуру помогают сделать наши арендаторы, то есть, не мы занимаемся едой, да, там, бассажем и так далее. Мы привлекаем профессиональных арендаторов, которые, естественно, на профессиональном уровне дополняют нашу инфраструктуру. При этом зарабатывают они, и мы в том числе. А вот вопрос, вот смотрите, вы пишете, количество шезлонгов, 1200. Правильно понимаешь, что наличие шезлонгов обязательно в этих термах? Потому что, ну, часто, когда говорят про термы, не думают, думают про бассейны, думают про бани, но про шезлонги, вот именно вот те, они пользуются популярно? не основным, ну, то есть, люди больше времени проводят именно шезлонги, то есть, они загорают, вот, ну, там, немножко там стало горячо, перевернулся, потом, ну, пошел пиво выпил, в баню сходил, поверился, в бассейн укунулся, лежишь, загораешь. Ну, лето, это такой продукт, поэтому, зимой, там, внутри тоже есть шезлонги, то есть, зоны отдыха, ну, конечно, да, они тоже необходимы. Юрий, вот, это самый, наверное, большой проект, который, ну, будет по термам, 34 тысячи, а вот Юлия спрашивает, какая минимальная площадь земельного участка необходима для открытия городских терм, ну, для термального комплекса, минимальная площадь? Если термом встраивать в отель уже существующий, то это 400-500 квадратов. Даже такие маленькие площади? Да. Если это делать отдельно стоящими, ну, это может быть соток 20. Нет, а вот если вот открытая часть и закрытая часть, вот если по площади? Ну, минимум 600 и 600. А вот средняя площадь оптимальная, сколько вот закрытая часть и открытая часть? Идеальный вариант это 3 тысячи закрытых. 3 тысячи закрытые получаются здания и 3 тысячи открытые. 3 тысячи открытые, 4 тысячи открытые, 5 тысячи открытые, 6 тысячи открытые, 8 тысяч открытые. Но 8 тысяч открытые это не значит, что это все полностью вода будет. Это будет площадь, в которой будут размещаться и шезлонги, и бассейны. Смотрите, вот вверху этого комплекса на крыше расположена эта открытая часть. Два бассейна я вижу, да? Да. Но там есть бассейны, есть горки, есть инфраструктура, то есть вот лестничные клетки, теплые, которые выводят внутрь, ванни, ресторан, то есть это у нас относится к открытой зоне, это часть инфраструктуры. Ну как опять же возвращаемся, вот есть отель, ну там, не знаю, турецкий отель, да? А есть у него открытая часть, да? Где расположены рестораны, бассейны, какие-то служебные, технические помещения, детские центры. Все то же самое. Один в один. То есть это действует по законам курорта. То есть это с одной стороны современная огромная баня, но с другой стороны и современный городский курорт. То есть это по, если как его квалифицировать по коммерции, это курортная недвижимость, но я бы его приблизил больше к торговым центрам, то есть он как бы работает в логике торгового центра. То есть внутри также есть арендаторы. Для вас это субарендаторы. Для нас это субарендаторы. Внутри есть правила, то есть там также жесткие требования к этим арендаторам, как вот в торговых центрах, да, что ты там зайди-ка, вот тебе договор на 20 листах подпиши. Ну, конечно. Также и здесь, то есть здесь правила есть определенные, которые вот эти субарендаторы должны выполнять. То есть это, если торговый центр занимается торговлей, продажей товаров, возвращаемся к обществу употребления, то этот торговый центр, центр развлечений, центр отдыха, центр продления жизни, он продает время. И в том числе услуги, ну, какие-то товары тоже, потому что человек там может купальник купить, и веник, и плавки, шлепанцы, ну, золото, в конце концов, там можно хоть магазин золотой сделать, чтобы соответствовать, там, турецкий какой-то магазин. Вообще не вопрос. Чем больше комплекс, тем больше можно туда создать идентичности. Ну, расширенная инфраструктура. Вот и по поводу все-таки, давайте еще раз вот Роману нужно дать комментарии, вот Роман пишет, также вот там, возвращаясь к тому, сколько стоит один час в нормальном комплексе. Один час, с ваших слов, доходит до 1 тысячи рублей. Но это не так. Мне кажется, вы говорили, что час может стоить и 200 рублей, и 350 рублей, и вообще 350 – это средний чек. То есть, ну, я вот, сколько я был вот в разных термах, ну, час – это примерно, там, 350-400 рублей, если это утренние часы. Если взять Самару, то Самара сейчас стоит 220 рублей в час. Один час? Один час. Безусловно. Да. И 330 выходных. То есть, в том-то все и дело, что кто-то может прийти и купить безлимит, там, и полторы тысячи заплатить, и находиться там все время, плюс там массаж, плюс еда и все остальное. Это все входит, да, получается? Нет, дополнительно. И плюс там, условно, десятку оставить легко кто-то, а кто-то может просто прийти туда на час, на полтора, заплатить 300 рублей, поплавать там, потому что надо. И все, да? И все, и попить бесплатные воды, там, чая бесплатного, получить ряд, у нас есть, проходит целая программа, процедур, там, бесплатных, там, акваиробика, пенные вечеринки, йога, ну, то есть, то, что, опять же, мы с вами наблюдаем в турецком, на турецком курорте. Вот. То есть, и человек спокойно, классно отдохнет, при этом заплатит, ну, 300, 400, 500 рублей. Получается, для зарплатов, вот, в регионах, там, средняя зарплата, там, 20 тысяч, там, 50 тысяч, то есть, люди могут себе позволить посещение терм. То есть, это не какая-то дорогая история. Это именно на это и расчет, чтобы они как раз могли себе позволить, и чтобы для них они могли это исключить себе в привычку. Вот еще Игорь пишет, из вашего опыта прокомментируйте, пожалуйста, взаимоотношения с Роспотребнадзором. Помогают они или не помогают? Как у вас? Видите, мы профессиональные строители, и когда мы что-то строим, мы проектируем в соответствии с... С нормами? С нормами, да. Вот. Поэтому, если ты запроектировал в соответствии с нормами пожарные, да, и Роспотребнадзора, какие могут быть тебе претензии. И вторая задача эксплуатировать соответствующее. То есть, есть определенная программа, которая разрабатывается, и по этой программе есть определенная там сдача, анализы, подык, через определенное время. Ну, то есть, там, большой спектр документов, которых нужно знать, вести. Ну, это и мне, как собственнику, необходимо, потому что я-то заинтересован в том, что были бассейны в идеальном числе, то есть, мне-то не нужно, чтобы там что-то водилось. Потому что, во-первых, я туда хожу, во-вторых, мои друзья ходят, ну, и, в-третьих, бизнес не может работать, ну, когда там что-то плохо. Ну, да, у вас есть ресторан, и в этом ресторане, извините меня, там на кухне, условно, там какие-нибудь эти бактерии размозились, да, так же не бывает. Поэтому, прежде всего, ты предъявляешь претензий и требования к себе, к проектировщикам, строителям, в соответствии норм, а может, еще даже и выше. Ну, естественно, ну, а, как бы, приходит проверка, ну, пожалуйста, вот и все. То есть, вообще они могут быть. Ну, мне кажется, вот, ваш уровень, там, знакомства с руководством многих городов, ну, там, с первыми лицами, наоборот, мне кажется, вас приглашают в разные города и просят вас там зайти, там, в ту или иную район, там построить термо, мне кажется, вот так вот у вас даже. Ну, бывает такое, то есть, бывает, что и так происходит. Ну, тут зависит от главы региона, ну, как бы, по-разному. Вот этот слайд. Получается, это термо размещены на крыше жилого дома, да? На крыше, это может быть на цокольном этаже. То есть, это варианты, которые можно размещать в обычных многоэтажных домах, при этом люди, ну, грубо говоря, вообще будут получать, вот, ты живешь в квартире, пустился на лифте, там, еще куда-то, вышел, ну, как, и получил удовольствие. Это, ну, таких решений может быть масса, вот, это один из вариантов решения, ну, возмещения в многоэтажном районе, жилом районе. Этот проект вы сейчас реализуете, или это просто как, ну, это, честно говоря, просто картинка. У нас есть проекты, которые мы реализуем, но я не могу эти проекты показать, там есть, ну, конфиденциальность, конфиденциальность, это просто, это не наши термы, но это просто то, что можно реализовать, ну, у нас есть подобный проект, в Ижевске, город, городок, район Металлург, там стоит две свечки, и тоже есть, ну, такой же, как бы, бассейн, который, как бы сказать, ну, как-то, ну, там проход, вот так же здесь, да, который вот как раз объединяет, но там, правда, не мостик, там, ну, есть еще отдельный переход, теплый, вот, но вот решение такое же. Ну, да, ну, вот это, наверное, вот такой один из интересных трендов, которые будут сейчас, потому что все девелоперы, с кем мы общаемся, думают над инфраструктурой, каждого жилого комплекса, да, на первых этажах разнообразие торговой недвижимости, конечно, она, там, достаточно большое, там, там и под 25 тысяч получается площадь, я видел проекты и под 100 тысяч, это вот если рублевая, ахангельская брать, и, конечно, термальные комплексы, они сильно могут создать, вот, центр притяжения, потому что мы рассматриваем первые этажи, как, ну, наверное, уже плоский торговый центр. А это краснодарские термы еще один. Это еще один, да, термы Краснодаря, это просто, ну, небольшой кусок земли, в которых можно реализовать, ну, десятка, это 10 тысяч квадратов, вот, это где, получается, термы у дома, даже магазин у дома, да, но они при этом достаточно большие, то есть, у них тоже много функциональных всяких вещей, вот это вот сауны, которые могут, сауны, бани, хаманы, которые могут, ну, это, все продукты реализованные наши, вот, говоря, там вот внизу, в середине, это вентилятор, это наш тоже, так, механический банщик, который мы разработали, он включается с определенной периодичностью, но даже выше, это вот такое, керамическая сауна, вот так называемая, то есть, там, ну, или римская, то есть, где там 45-50 градусов, и теплые вот эти лавки, где ты можешь просто там погреться, например, слева вверху, это фруктовый хамам женский, то есть, в женской зоне, в моечной, мы делаем для женщин паранойю русскую, и хамам, где женщины могут находиться, ну, в голом виде, вот, например, ну, вот внизу, в углу справа этого, в гималайской соленая, например. А, то есть, вот эта вот слева стена, стена такая, из соли, да, получается, это именно вот та соли, которая при нагревании выделяет определенные пары. Да. Вот еще, если вот сейчас вот вопрос от Юли, наверное, всех тоже, чтобы посещать бассейн, требуют для посещения справку от врача, а в термы может прийти любой человек с любыми заболеваниями, получается, как вот тут ограничение. Но я точно знаю, что не во все бассейны требуют справку, потому что вот раньше, когда работал олимпийский, да, там каждые полгода вынужден там получать эту справку. Ну, смотрите, плавка от врача требуется прежде всего спортивный бассейн. Почему? Спортивный бассейн, верно. Потому что человек может, ну, условно говоря, при спортивных нагрузках, как бы крякнуть, ну, то есть уберечь. То есть нужно прежде всего показать здоровье этого человека. А вот. Что же касается, что везде требуют, ну, за границей, на любых курортах, никто тебя не потребует. Верно. Вот. Поэтому еще раз, у нас и в бане никогда в жизни никто справок не требовал. Да. И в термах, и в курортах, пожалуйста, ты приезжаешь, чтобы у курорт. Единственное, на что мы, естественно, обращаем внимание, у нас запрещено находиться с повреждениями кожи, любыми повреждениями. То есть это псориазм, может быть, это может быть там раны какие-то. И тут, ну, во-первых, если там кассир увидит, он не допустит сразу, да, если же не увидит, то тогда, когда человек... то есть, ну, там, человек дает расписку, что он не болен. Вначале, да? Вначале, да. Вначале, да, что он не болен, у него нет никаких вот там всевозможных спидов, там, ситрисов и так далее и тому подобное. Вот. И после этого он заходит, и если спасатель видит, что человек, есть повреждение кожи, он такого человека не допускает до бассейна. Вот. Это требования мы держим достаточно жесткие. Вот это все. А понимаете, в чем дело? Если ты делаешь, у тебя современная система очистки, фильтрация, естественно, там бассейна, то там вот это вот, ну, вот эти вещи, они не передадутся. А какая у вас, какие системы стоят? Ну, системы, в принципе, ну, стандартные, то есть, это хлор, ультрафиолет, песчаные фильтры, вот. Спасибо. Четкое содержание PH, если нужно, там, добавка идет коагулянта, агнецин, ну, то есть, наша задача, то есть, мы всегда держим бассейн, даже при большом количестве людей, в состоянии, что они не дают ни хлорки, то есть, не пахнет, не пахнет, да, то есть, ну, там есть нюансы, как добиться, да, как это сделать, но при этом мы, естественно, убиваем всех вот этих вот возможных там бактерий и так далее. Спасибо. Ну, это вот хамамы, тоже реализованы, да, проекты ваши? Реализованы, да, вот это вот, который, вверху, справа, это тропический хамам, то есть, это хамам, на дне его, вот вода, это вот 25 сантиметров воды, а по центру такой вулканчик, который издает этот вот парк. То есть, это наша разработка, очень популярна, очень нравится, ну, всем, в том числе детям, детишек вообще сложно загнать. А вот, да, про детей, расскажите, ну, и вот дети, они не любят жару вообще, не любят они, вот кроме бассейна, вот что-то еще в банях, вы можете им предложить? Детская песчаная, они с удовольствием там находятся. А какая там температура? Там что, весь пол в песке получается? вот на ролике это было, да, детская песчаная была. А это вот в Хамам, тут тоже детишки с удовольствием сидят, потом водички, вот, там, их оттуда не вытащишь. Ну, то есть, идея в том, как раз и в том, чтобы и дети тоже, как бы, привязывались к этому делу. Это крупный проект, он не реализован, это просто пока концепция этого порвалишь. Это как раз, вот глава города предложил часть набережной, 12 гектар под, ну, реализацию такого проекта. Ну, сумма, конечно, достаточно там серьезная. Сейчас самая крупная сумма, это Казань, там есть два крупных проекта, один, там, это, 18 миллиардов, 220 тысяч квадратов, вот, но он пока почему-то остановился, там, ну, инвестор работает с домом УРФ, там делали свое время концепцию, но они ее два раза уже поменяли, поэтому, честно говоря, не совсем понимают, как бы, состояние. Есть еще один проект, еще более масштабный, который делается по команде Раиса, ну, это главы Татарстана, вот, у меня просили не разглашать тоже информацию об этом, но вот коллеги-разработчики, они как раз приезжают там в гости в Самару, вот, чтобы вместе посмотреть, как дальше этот проект. Ну, это будет масштабный проект, и глава республики выделил под это, ну, по птичке центральную часть Казани. А вот если мы сейчас, ну, такой вот, вернемся к окупаемости проекта, цифры вижу, 3 миллиарда, там, 12 миллиардов, а если стандартные, ну, как бы, идеальные, оптимальные термы, там, 3 тысячи, как вы говорите, закрытая часть, 3, там, или 4 тысячи открытая часть, сколько это может быть инвестиций, и какая срок? Срок 0, миллионов 400, 400 миллионов, 500 миллионов, если там встраивший торговый центр, это может быть полтора раза дешевле, окупаемость, ну, где-то, вот, у нас больше двух лет не было окупаемости. Не было двух лет? Да. Просто... Ну, это с момента открытия комплекса. С момента открытия. С момента начала строительства, да. Вот. Ну, естественно, мы ведь тоже, как бы, всегда выбирали варианты, то есть, ну, если сдуру ты начинаешь, там, кидаться деньгами, то, друзья, мне, можно и... То есть, наша компетенция заключается в том, что мы знаем, как строить, как правильно подобрать инженерку, оборудование, ну, чтобы не заплатить лишних денег, чтобы купить параллельно и все, ну, и чтобы это работало надежно, вот. Потому что, если ты купил дешевое оборудование, оно начнет ломаться, ну, как бы, не давать те параметры, которые нужно, да, то есть, потом придется переделывать или покупать новое. Если ты купил, там, оборудование дорогое, ну, смысла никакого нет, его тоже содержать, то есть, его надо окупать, вот, поэтому, первое, мы знаем технологиям, благодаря в том числе немецкому архитектору, и сами уже ничего понимаем в этой жизни, да, и в этих термах, вот. Потом мы знаем, как правильно построить, какой правильно подобрать материал, как правильно подобрать команду, ее обучить, отстажировать, ну, естественно, как команда будет работать, вот это мы все уже на данный момент знаем. Это уже, как бы, такой термокурорт, то есть, вот, на верху видно такие, как вот, номера, это, получается, отель, встроенный в термах, здесь, в целом, 30 тысяч квадратных метров, и 200 номеров. Это, такой, бомбический проект, то есть, вы сюда заезжаете, и больше, никуда, не, никуда, не, больше, не уезжаем, да? Вы уезжаете, Правильно понимаешь, что сверху, как раз, показаны отели, да? Классические, а вот бунгало, это снизу, или это не бунгало? Да, это бунгало, это тоже отель, да, это тоже часть отеля, да, сверху это отель, но он не классический, он идет в чем, потому что окупаемость отеля, ну, 10-12 лет, вот, а здесь, поскольку он устроен в термах, да, он, окупаемость у него резко улучшается, вот, потому что часть инфраструктуры строить не нужно, нужно, грубо говоря, там, необходимо, там, в четверку, там, определенное количество ресторанов, и так далее, пожалуйста, ты живи, здесь пользоваться можешь, вот, инфраструктура, тем, поэтому, вот здесь, вот, есть и мертвое море, и горячие бассейны, теплые, и холодные бассейны, здесь два, 50-метровых бассейна, спортивных, получается, спортивные, они 50-метровые, но не спортивные. А к чем отличаются спортивные бассейны от не спортивных? Температурой и инфраструктурой внутри. Температура 35-38, да, правильно понимаю? Ну, да, если мы говорим про спортивные бассейны, то это, прежде всего, больше 20-29, по-моему, на улице, и 22 внутри, то есть четкая температура, для которой, ну, нужно, ну, он же работает, поэтому, ну, ему слишком теплую воду не нужно, тяжело было. а какая глубина бассейна? Идеальная для того, чтобы человек мог, ну, практически, большинство людей могли встать на ночь, в любом месте. То есть, по поясу, чтобы вода была, да? Примерно, это метр 30, метр 40. глубина получается, да? А что касается, вот, вопрос по парковкам, вот, если вот вернуться на следующий, на предыдущий слайд, мы видим термы, да? А вот, есть ли требования, сколько нужно машин, в зависимости от добавленной площади, ну, полезной площади? сколько нужно стоянок, сколько нужно этих условий, там, все это есть, а как же, все это нужно посчитать? Мы обычно из соотношения вот при торговых центрах исходим, одна машина, там, на 60 квадратных метров, там, полезной площади, сдаваемой площади, одна на 70. Ну, наверное, с такими же параметрами можно и здесь работать, там, одна машина, там, на 100 квадратных метров, допустим. Просто надо исходить, наверное, из количества посещаемости, там, комплекса, потому что среднее время вождения, ну, там, достаточно большое, полтора, там, часа, два часа, наверное, в среднем проводят, сколько люди в термах? Чем больше комплекса, тем больше времени. Если комплекс небольшой, два часа, а если комплекс больше, ну, то есть, два с половиной, два, 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 два и восемь, он может, три часа. Ну, как классический торговый центр получается? Ну, я не знаю, вам виднее, я не специалист, я как раз провожу аналогии. У нас, ну, как у нас там, с точки зрения торговых центров, задачка вообще задержать человека как можно дольше, имеется в виду инфраструктура, кафе, рестораны, особенно кафе ставят на выходе, чтобы люди, выходя там, а давайте сейчас еще перекусим, да, и вот чем дольше человек находится в каком-то вот торговом центре, тем больше, соответственно, он будет употреблять. Мы с вами решаем одни и те же задачи, мы тоже хотим, чтобы наша инфраструктура, ну, то есть, разница в том, что вы заставляете человека купить товары, которые ему, может быть, не совсем нужны для того, чтобы деньги заработать, а мы берем деньги за то, что он внутри находится. Вы, да, ну, на самом деле мы как бы, пытаемся сейчас торговые центры, их, в них добавить больше услуг, добавить термо, с тем, чтобы люди там проводили время, ну, мы видим, уже появились мои документы в торговых центрах, медицинские центры, там, медицинские клиники, развлекательные центры и так далее. Что я удивился, то, что, допустим, если в торговом центре стоит развлечение, да, оператор, классические развлечения, и термальный комплекс, термальный комплекс начинает влиять на операторов развлечения, перестают туда ходить в развлекательные комплексы, и они переходят в термо. Это было неожиданно для всех игроков рынка. Никто этого даже не ожидал. Вы знаете, в чем дело? У термов есть своя аудитория. Пока терм нет, естественно, люди выходят в фитнесы, в бани, ну, не знаю, там, в детские центры, ну, куда-то ходят, там, ну, в парки, например, там, надо же кто-то бегать. Когда появляется термо, они говорят, мы пришли, и вся вот эта аудитория, там, условно, фитнес может потерять по 50% своих посетителей, если рядом появится. Да, да. А вот по поводу, вот, рязанских терм, вот, там, инвестиции, там, 3 миллиарда рублей. При каких, когда наступает точка безупыточности? Ну, там, когда там начинается, вот, ну, года окупаемости. И даже вот при таких цифрах, там, и 3 миллиарда, все равно, это получается за счет большого трафика. Конечно. Чем больше термо, тем больше инвестиций в начальных, но тем больше и трафик, то есть это получается... Все зависит от того, кто сюда заходит, да, ну, то есть у кого-то есть 3 миллиарда, он заходит, есть семейный участок, есть опыт строительства, там, да, электрический девелопер, он строит, для него, ну, это называется убийца категории. Вот самарские термы, это убийца категории, потому что это огромный комплекс, да, и, ну, как бы, а кто еще построит такой же, там, в ближайшей перспективе. Поэтому задача сделать такой гипермаркет. Гипермаркет услуг получается, да? А, например, то, что я показывал там, в Краснодаре, это вот магазин у дома. То есть он меньше, он более компактный, он может быть небольшой, но зато он забирает вот этот вот, ну, там, если там много жилья вокруг, люди, там, кто-то пешком пришел, кто-то там, не знаю, недалеко добрался, на общественном транспорте подъехал. Ну, есть еще супермаркеты. Ну, как вот в торговле есть, ну, например, такая же концепция. Супермаркет, ну, вот раньше, вот как в торговом центре, если по якорям судить, вот там и 20 лет назад, на первом месте, когда стоит супермаркет, по привлечению трафика. Если сейчас мы берем там гипермаркет Глобус, он дает, ну, в некоторых проектах, там, посещаемость 30 тысяч человек в день, огромное количество людей. В более там других каких-то локациях, там, трафик у них там составляет 15, там, 20 тысяч. Ранее, на втором месте... В день, в день, в день, в день. На втором месте был фудкорт, тоже огромное количество, там, и 3 тысячи человек, и 4 тысячи. Потом развлечения, кинотеатры шли. Сейчас мы видим, что вот из-за того, что появились супермаркеты около дома, районы, гипермаркеты большие потеряли свой трафик. Но появились термы, которые являются генератором трафика. Таких нету. Срок окупаемости фантастический. Поэтому, ну, это очень интересно. Вы сейчас вот рассказали про самарские там термы, да, у вас, я знаю, там есть ролик, может быть, давайте посмотрим, вы прям прокомментируете этот проект, потому что, действительно, вот в субботу будет большое такое мероприятие, и вот сейчас можно даже увидеть, где это все будет происходить. Да. Продолжение следует... юрий вот то что мы видели это это что получается вот этот аквапарк вы его переделали в термо и сейчас там вот столько людей получается да как у парк было на 6 6 800 площадь мы еще часть взяли то есть это аквапарк встроенный торговый центр московский это самый старый аквапарк в россии самый первый аквапарк а вот виктория назывался и получается что мы часть торговой площади взяли и плюс еще вот со самого объем аквапарка и превратили все это в термо получается это реконцепция скорее всего аквапарка но не в классический торгового центра и аквапарка да вот здесь нет еще уличной зоны она к лету достроиться там будет еще 7000 квадрат на улице будет три бассейна вот большой мы 30-метровый бассейн с островом благодаря тоже интересная штука и вот еще вопросы вопросы от слушателей каков рекламный бюджет на разных циклах жизни объекта но смотрите мы начинаем за четыре пять месяцев создавать соцсети и тогда же начинаем уже делать предпродажи ну как фитнес продает абонементы также мы мы продаем подарочные сертификаты здоровяки мы продаем абонементы и развиваем соцсети instagram контакт ну там баба гасит девочка за 50 тысяч рублей она ведет все это дело когда например саманские термы открывались но вконтакте было там 60 тысяч где-то 50 60 тысяч уже но подписчиков а вот пожалуй это весь основной рекламный бюджет то есть как такового рекламу бюджета не существует термах потому что как только они открываются но вот сразу ну мы наблюдаем вот не такой поток чуть поменьше то что сейчас видели чуть поменьше потому что это уже ну там у тебя несколько месяцев все-таки он немножко нарастает но если например мы бы открылись летом то было бы еще веселей ну то есть вот та очередь которую мы видели нижнекамске на полтора-два часа на улице там очередь на два часа то есть люди стоят два часа летом попасть летом чтобы два часа готов это еще хорошо но могут и три поставить но это говорит о том что терм не хватает просто конечно это это однозначно их не хватает их катастрофически мало причем опять же мы с вами должны понимать что люди начинают этой услуги привыкать ну то есть мне понравилось я стал ходить позвал там друзей они пришли им тоже понравилось потом они позвали свои друзей ну вот так это все работает поэтому сейчас нужно застраивать заполнять торговые центры часть отдельные стоящие объекты жилые районы именно термальными комплексами которые могут быть рассчитаны как на скажем на определенные низкие слои населения с низким чеком средним чеком а это могут быть термы и для богатых людей ну там рублевки например сколько там будет средний чек ну так вот если вот 10 тысяч даже 50 тысяч рублей почему нет то есть есть аудитория извините меня есть у нас там там определенное количество кадиллаков в бенту и покупает там не жаль это значит это же это же люди которые тоже хотят жить которые тоже хотят получать удовольствие смотреть на красивых девушек у них тоже есть дети у них есть родители которые тоже хотят меньше болеть и тогда безусловно а вот если вот юля спрашивает если повторится сценарий очередной пандемии наподобие коронавируса как вы полагаете термо не обанкротится вместе с другими торговыми центрами мы пандемию пережили очень хорошо во первых мы получили от государства практически все дотации ну там всякие и вот и потому что это 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 бабами да во вторых мы этот период нас закрывали совсем на небольшой промежуток времени и мы очень хорошо отремонтировались потому что мы бывает там всегда там ну битком и поэтому ну так вот используем только санитарный день вот в третьих мы как только это все безобразие закончилось у нас поток резко увеличился у нас как раз тогда произошел резкий рост чека ну то есть вынуждены были поднять цены потому что людей пришло там в два раза больше чем до этого ну еще очень важный показатель вот так называемые наши основные посетители вот эти вот бабушки которые днем ходят обычно там заполняет вот этого свободное время которым мы продаем льготные абонементы именно вот там на вот это вот понедельник вторник среда дневное время ни одна из них не заболела это что там кто-то умер не дай бог там болит свежим то есть вот это показатель того насколько термо повышает иммунитет спасибо большое юрий вот за такой подробный рассказ еще вот для наших слушателей вот да хотелось бы рассказать по вариантам взаимодействия что вы можете предложить как вы помогаете девелопер там как вы понимаете там собственником земли продвигать термы реализовывать термы чем вы можете вот посодействовать я вижу вот франшиза концепт консалтинг управление что это такое франшиза эта франшиза это как макдональдс то есть человек приходит покупает у нас франшизу на вы делаете ему проект на одну да на одну на одну штуку на города мастер франшиза на регион вот мы делаем проект мы помогаем строить объектом обучаем стандартам даем свой бренд обучаем его команду за посылаем запускающую команду которая приезжает запускает комплекс ну естественно отслеживаю и помогаем управлять этим вот это 3 300 за квадратный метр общей площади и руки пять процентов от прибыли как раз поднимем вы придумали концепцию когда вы просто разрабатываем концепцию ну то есть то что дает возможность инвестору объект построить ну например термо мытища наша концепция рио севастопольский термоленд наша концепция то есть они термо птищи нам заплатили за концепцию мы им отдали они построили по этой концепции там материалы размера саунд там наименование узлы и там но все 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 и сами там работу сделали сами бренд сами управляет и все и вы никак не контактирует и третий вариант когда объект существует он может построен быть по нашей концепции может быть по нашей франшизе построен он может быть вообще построен ну там условно вот там кто-то где-то счет построил что-то подобное да и хочет больше денег зарабатывать вот обращается к нам и мы можем взять в управление этот объект ну если по нашей концепции то выберем 10 процентов от прибыли если там концепция какая-то другая надо смотреть надо считать потому что чего он там на самом-то что можно с ним сделать может быть ничего нельзя сделать там проще сломать может так вот вот наши вот условно консалтинг это когда например опять же человек что-то построил ему сделал кто-то что-то посмотри а чуть такое и мы анализируем и по системам техническим да получается и по планировкам по всему допустим маркетингу то есть ну а вот там босс китерна например они приехали к нам посмотрели мы общались долго не хотели сначала купить у нас франшиза потом лет нет мы там сами потом когда я все это построили они говорят ну что там вот мы построили не знаю что с этим сделать ну то есть а как выходить на рынок ну мы ему посмотрели поанализировали зале ну надо выходить с такой-то ценой с таким композиционером ну как вот вы оказываете тоже так и услуги именно в торговых центрах которые уже там существуют да вот это консалтинг такой же спасибо большое юрий было очень интересно вас послушать спасибо большое слушатели за ваши вопросы за то что уделили время и что термо будут дальше развиваться по всей россии по ближайшему зарубежу спасибо еще раз до свидания до свидания а